В ЮАР сегодня стартует саммит в рамках форума сотрудничества Китай-Африка. Участие в нем примет председатель КНР Си Цзиньпин. Накануне он провел ряд двусторонних встреч со своими африканскими коллегами. С подробностями наши корреспонденты. Девять двусторонних встреч за день в преддверии саммита форума сотрудничества Китай-Африка председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с главами крупнейших стран региона. В беседе с президентом ТОГО Фауре Гнасингбе китайский лидер отметил стремительное укрепление связей двух государств. По словам председателя КНР, Пекин уделяет повышенное внимание развитию диалога и намерен совместно с руководством ТОГО добиваться выхода межгосударственных отношений на новый уровень. В планах на ближайшее будущее расширение сотрудничества в таких областях, как производство стройматериалов, текстиля, пищевой продукции. На встрече с президентом Гвинеи Альфе Кондо Си Цзиньпин отметил крепкие дружественные связи между странами. По словам главы государства, Китай придает большое значение развитию межгосударственных отношений, участвует в индустриализации Гвинеи, инвестирует в сельскохозяйственную и перерабатывающую отрасли гвинейской экономики. Председатель КНР заверил также, что страна продолжит направлять Гвинею в бригады медиков и поможет африканской стране наладить работу своей противоэпидемической службы. На переговорах с президентом Джибутти Исмаилом Амаром Гелихом Си Цзиньпин говорил о необходимости укреплять политическое взаимодоверие и активизировать дружественные контакты на всех уровнях и во всех сферах. По словам китайского лидера, взаимовыгодное сотрудничество возможно в логистике, торговле, строительстве железных дорог и портов. Китай также приветствует участие Джибутти в проекте по созданию морского шелкового пути 21 века. Беседуя с президентом Ганны Джоном Джемани Мохаме, председатель КНР отметил успехи в различных аспектах двустороннего сотрудничества. По мнению Чи Цзиньпина, двум государствам необходимо и дальше вместе отстаивать общие интересы. В планах расширять обмен опытом в сфере авиаперевозок, добычи полезных ископаемых сельского хозяйства и рыболовного промысла. Также Китай намерен развивать культурные связи, чтобы упрочить дружбу двух государств и укреплять сотрудничество в вопросах безопасности. В тот же день председатель КНР встретился с президентом Анголы Жозе Адуардо Душ Сантушем. Чи Цзиньпин отметил, что сегодня отношения Китая и Анголы переживают наилучший период в истории. По мнению китайского лидера, следует сохранить тенденцию продуктивного общения между политиками высокого уровня. И развивать сотрудничество в таких сферах, как образование, культура, здравоохранение, СМИ, работа с молодежью и туризм. Председатель КНР также заявил, что Китай намерен расширять взаимодействие с Анголой по ключевым международным вопросам, отстаивая права и интересы развивающихся стран. На встрече с президентом Мали Ибрагимом Букабаром Кейтом, китайский лидер указал на активное участие Китая в миротворческих ООН на территории африканской страны. Двум государствам, считает Синьбин, следует расширять контакты по таким направлениям, как сельское хозяйство, горное дело, строительство объектов и инфраструктуры, углублять обмен в таких областях, как образование, культура, здравоохранение и СМИ, укреплять социальные основы дружбы между Китаем и Мали. Председатель КНР также подчеркнул, что Китай резко осуждает недавний инцидент с захватом заложников в столице Мали, жертвами которого стали в том числе три гражданина КНР. В рамках переговоров с президентом Габона Али Бонга Ангимба Синьбин говорил о важности укреплять политические основы двусторонних отношений и активно расширять гуманитарное сотрудничество. Ангимба со своей стороны назвал Китай старым другом и надежным партнером Габона и поблагодарил за поддержку экономического развития и строительства инфраструктуры в стране. На встрече с президентом Мозамбика Филиппо Ньюси председатель КНР призвал углублять взаимовыгодное партнерство по таким направлениям, как нефтегазовая промышленность, горное дело, сельское хозяйство, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры. Также Синьбин отметил необходимость наращивать обмены в таких сферах, как образование, культура, здравоохранение и туризм, укреплять координацию в международных делах, отстаивать общие интересы развивающихся стран. На переговорах с президентом Кении Ухуру Киньяте председатель КНР указал на необходимость поддерживать контакты на высоком уровне и надлежащим образом реализовать крупные проекты сотрудничества, активизировать гуманитарные контакты, укреплять диалог в охране окружающей среды.